привет всем с пятницы вас и сегодня моё видео о том как поймать дом который выходит на рынок и быстро уходит под контракт что сделать для того чтобы быстро самим подать контракт и выиграть в таких ситуациях и вообще как не выпускать хорошие дома сейчас дома уходят в первые 24 часа на рынке и паровозом как говорится сделаю расскажу о том что как продавец вы можете сделать чтобы продать дом за максимальную цену и в кратчайшие сроки да это сейчас происходит налево и направо но это все равно требует каких-то усилий со стороны продавцов и агентов чтобы именно в течение 24 часов получить много контрактов и выбрать самый лучший так что поехали еще раз пятницы я сегодня хотела бы выставить такое видео знаете с немножко с реалиями дня вам рассказать что происходит на рынке и сказать как с этим справляются или справляться нам агентам покупателям продавцам на рынке сейчас происходит что-то непонятное в том плане что много домов выходит больше мы видим дома выходящие на рынок скорее всего это те дома которые планировались продать в марте апреле вот они сейчас все начать начинают выходить это хорошо но в то же время в разы больше выходит покупателей потому что процентная ставка ушла еще ниже насколько я знаю или по крайней мере новости кричат о том что процентная ставка ушла еще ниже поэтому люди выходят на но хотят еще сейчас воспользоваться и купить поэтому мы видим больше покупателей я сама лично вижу это как агент мне люди больше сейчас звонят с желанием покупку купить и есть люди которые хотят выставлять свои дома на рынок то есть я вижу такой подъем немножко сейчас в этих вещах и я вижу от других агентов что происходит то есть я показываю дома моим покупателям я иногда даже не успеваю показать дома потому что допустим дом вышел вчера я вчера вечером сказала продавцам можно ли мы посмотрим сегодня утром а сегодня утром я получаю сообщение о том что они уже приняли предложение и показы все прекращены и это случается сплошь и рядом и это случается не только в определенных местах это случается повсеместно поэтому вот такая ситуация сейчас на рынке и с этим нам приходится как-то жить и что мы делаем если вы покупаете если вы хотите купить дом и такая ситуация вы боитесь такой ситуации не надо этого бояться просто надо найти хорошего агента а для того чтобы во первых значит смотрите получать информацию о домах которые выходят на рынок в ту же секунду как только они выходят на рынок а это и возможно я это делаю всегда смотрите дома которые выходят статусе камень сун они выходят все больше и больше но мы не можем смотреть физически в дом попасть по крайней мере мы можем запланировать время мы можем все у себя в расписании освободить время чтобы в тот день когда вышел этот дом мы могли утром проехать его посмотреть и после обеда уже принять решение подать предложение если не раньше мы делал я делаю это постоянно в последнее время и это получается как бы у нас мы мы получаем наши контракты благодаря тому что мы в числе первых благодаря тому что я связываюсь с агентами продавцов разговариваю с ними подаю такое предложение которое я вот так структурирую что пока продавцы видят что мы они покупатели работают с профессиональным агентом а это очень важно и предложение нужно действительно структурировать правильно чтобы продавцы его приняли у меня был случай когда наше предложение приняли несмотря на то что оно было чуть чуть ниже самого высокого предложения только благодаря тому что их агент увидел в моем предложении профессионализм четкости и условия такие которые продавцам были бы даже лучше если бы они получили даже чуть чуть больше денег и продавцы согласились их агентом и в итоге мы получили этот контракт вот так что самая высокая цена это еще не самый последний не самый последний критерий да вот так что вы как покупатели значит что от вас нужно чтобы это все произошло вы обязательно должны проверять свой email обязательно как только приходит email от агента или меня или другого агента вы обязательно должны его проверять сразу же смотреть вдруг дом вам понравится на бумажке если вы видите что вам дом нравится просто нужно бросать все звонить своему агенту и говорить надо посмотреть надо посмотреть как можно быстрее как только он выйдет на рынок именно в статусе актив как только он откроется для показов и уже агент должен будет быстренько сориентироваться вас организовать ваш вам показ чтобы вы уже были готовы и когда вы идете смотреть дом очень и очень важно пожалуйста будьте готовы будьте имейте письмо на готове идите уже с таким мышлением что я должен принять решение я должен принять его быстро никаких сидеть посидеть поспать на этом решении подумать не получится в нашем рынке сейчас если вы не можете себе позволить принимать решение быстро то вам наверное придется немножко переждать этот рынок и дождаться когда рынок немножко нормализируется к сожалению наших условиях сейчас нам вам нужно вот так вот быстро принимать решение быстро реагировать быстро действовать вот таким образом вы получите больше вероятности того что вы получите дом который вам понравился и до того как пройдут первые 24 Если вы продавец, поздравляю, вы в очень хорошей ситуации, вам сейчас реально здорово продавать ваш дом, потому что очень много покупателей, я уже объясняла, но вам тоже нужно сделать какие-то усилия, чтобы действительно получить много предложений в первые 24 часа и выбрать самое лучшее и дойти благополучно до сеттлмента, потому что иногда хорошее предложение, это еще не значит, что покупатель дойдет до сеттлмента. Много чего может измениться. Вы как продавец обязательно должны подготовить ваш дом, ваш дом должен быть, ну я уже делала видео о том, как подготовить дом, свежепокрашенный, вы должны посмотреть, что-то может быть надо отремонтировать, что-то может быть где-то почистить и так далее, то есть такое видео есть, посмотрите на моем канале, вы его найдете. То есть подготовьте дом, несмотря на то, что рынок сейчас шикарный по отношению к продавцам, все равно дом нужно готовить. Почему? Потому что вы получите больше денежку. Люди не хотят связываться с покраской стен, если они должны это делать, они вам дадут немножко меньше цены, они не будут готовы вам прям вот выложить все. И помните о том, что покупка жилья это эмоциональная вещь, то есть человек заходит, и если он влюбляется в дом, все остальное становится второстепенным. Поэтому сделайте так, чтобы в ваш дом влюбилось как можно больше людей. Второе, что вы можете сделать, это очень важно работать с профессионалом, с агентом, который знает, что он делает. Это просто вот жизненно важно. Ни в коем случае не работайте с теми, кто вам просто скажет, да, я вот поставлю в МЛС, и на этом мы успокоимся. Обязательно должен быть план, маркетинговый план, как это все будет, вам должны будут просто рассказать четко и понятно, что есть целая процедура, я делаю то-то, то-то, то-то и это. Почему я это делаю, вот это вот было эффектно, почему у меня так получается и так далее. Вы должны все это обязательно проверять, когда вы интервьюируете своих агентов. Ни в коем случае не работайте с первым попавшимся, это вам аукнется, я вам просто гарантирую, это вам аукнется. Обязательно агент должен нанимать профессионалов на то, чтобы фотографировать, делать видеозапись, тем более сейчас, потому что есть компании, которые делают виртуальный тур. С тем, чтобы ваш потенциальный покупатель не обязательно должен был приходить в дом, чтобы посмотреть ваш дом первый раз, он может посмотреть его виртуально в первый раз. Если он уже придет смотреть ваш дом физически, это уже будет второй раз, то есть человек действительно заинтересован в вашем доме. Поэтому это делают хорошо только профессионалы. Ну, я, конечно, могу сделать 3D видео, но сейчас я тоже обращаюсь к профессионалам, потому что все-таки 3D это 3D, а вот когда есть оба варианта, то это вообще самое идеальное. Что еще? Обязательно выставляете дом на статусе Coming Soon. Не просто сразу его выкидываете в статусе Available, Active, обязательно выставляете в Coming Soon. Хотя бы посидите на этом доме недельку-две в статусе Coming Soon. Для чего? Вы генерируете интерес покупателей, покупатели становятся в стойку готов, и как только вы открываете дом для показов, идет поток. Вам обязательно надо просто уйти в первый день, когда дом выходит на показ, выйти из дома и вообще не возвращаться до вечера. Дать покупателям возможность посмотреть. Они будут приходить один за другим, потому что сейчас мы не можем, мы должны планировать наши показы четко один агент в одно время, никаких переплетений не должно быть. И очень важно, я вижу очень много случаев, когда агенты продавцов делают такую ошибку, и продавцы тоже настаивают на этом, потому что агенты в принципе знают, что это ошибка. Не нужно принимать первые, не нужно сразу принимать какое-то предложение. Дайте всем четко понять, дайте всем четко знать в системе, что вы будете ждать, когда дом простоит на рынке хотя бы 3-5 дней. Для чего это делается? Во-первых, вы должны сами убедиться в том, что все, кто был заинтересован в просмотре этого дома, имел возможность прийти и посмотреть. У очень многих покупателей расписание не позволяет этого сделать днем, и они вынуждены после работы прийти, или они просто не попадают в определенный день, а этот день именно тот, когда вы вышли на рынок. А это может быть ваш идеальный покупатель, это может быть идеальный покупатель, который даст вам вообще полностью выше такую цену, о которой вы даже не мечтали. То есть обязательно дайте дома постоять на рынке 3, ну хотя бы 3, ну 5, желательно 5 дней. Таким образом вы удостоверитесь в том, что все посмотрят, и это даст возможность покупателям спокойно обдумать ситуацию и решить, хотят они дома или нет, потому что они будут знать, что вы не будете рассматривать предложение до определенной даты. Когда человек торопится и должен быстрее подать предложение, есть такие случаи, и их довольно много, когда люди начинают жалеть о том, что они сделали, и они подают предложение, они получают контракт, а на следующий день приходит агент и говорит, извините, мои покупатели передумали, потому что они поняли, что они сделали ошибку. Вам нужно таких ошибок избежать, избегать как можно больше, правильно? И вы избегаете их тем, что вы даете возможность покупателям реально хорошо посидеть и подумать, хотят они этот дом или нет. И таким образом и у вас не будет вот этой вот, знаете, нервотрепки от того, что кто-то пришел, подал, мы уже обрадовались, мы уже продали, на следующий день выясняется, что покупатель передумал. Обязательно подержите дом на рынке какое-то время и дайте, главное, самое главное, скажите своему агенту, чтобы в МЛС писали, дедлайн на рассмотр предложений или предложения будут рассматриваться тогда-то, тогда-то. Все, и даже не думайте о том, чтобы смотреть предложения, даже не спрашивайте своего агента, пусть сидит и собирает все эти предложения. Вот, ну это вот такие вот основополагательные вещи, которые вы можете сделать, чтобы продать ваш дом как можно быстрее, как можно за большую цену и довести ваш контракт до благополучного сеттлмента. Это очень, очень, очень немаловажно. Для этого вам обязательно в первую очередь нужно найти хорошего агента, которому вы доверяете, у которого вы не ставите под вопрос каждое его предложение, о котором вы не думаете, что он пытается с вас что-то поиметь, обязательно нанимайте такого человека, с которым вам комфортно работать даже на личностном уровне, потому что общение будет довольно тесное и информация будет довольно конфиденциальная между вами проходить, поэтому очень важно находить хорошего агента. Не смотрите на то, что вам кто-то предложил друга, родственника или у вас дядя там агент. Например, я видела слишком много случаев, когда люди обжигались. Это деньги, это серьезные деньги, это самая большая сумма, которой вы будете оперировать при продаже и покупке дома, поэтому агенты очень, очень важны в этом процессе. Вот на этом все, больше тягомотить не буду. Ссылку поставлю внизу о том, где вы можете посмотреть статус рынка на данный момент в вашем neighborhood. Я все равно еще одну ссылку вам сделаю, чтобы, если вы хотите посмотреть конкретно сами, то вот вы эту ссылку получите. Вот и на этом все, я наконец подстриглась. Девочки, кто хочет хорошего мастера, дайте знать, я вам подскажу. Ну все, на этом все, до следующей пятницы. Кидайте вопросы, если есть какие-то пожелания по поводу темы видео на следующую пятницу, кидайте вопросы, с удовольствием сделаю. Ну а сейчас хороших вам выходных и пока!